привет давайте сделаем небольшой паузы с основным меню и начнем делать меню паузы в игре меню паузы она появляется лишь тогда когда мы играем и допустим нажимаем какую-то клавишу то есть если персонаж идет нажимает какую-то клавишу появляется меню там мы можем выбрать продолжить эту игру сохранить ее как какие-то настройки поменять выйти вообще из игры там что-то подобное в общем быстренько скомпонуем это все перейдем виджет и создадим виджет пусть это у нас будет виджет гейм меню зашли и теперь надо разобраться во первых где она будет где вам будет удобнее и человеку который будет играть это допустим либо слева снизу либо слева сверху справа сверху посередине то есть но это уже все таки отдел статистики какой-то должен так скажем проверять да и показывать где человек больше смотрит глазами где он ищет так для начала кидаю бордер но для того чтобы сделать фон обычный можете кинуть изображение я поставлю слева снизу как у большинства основных игр наверное может я что-то не вспоминаю так и кидаем внутрь и туда нам нужен вертикал бокс внутри вертикал бокс так подождите давайте все таки еще кинем оверлей и в него как раз таки все поставим для того чтобы это скрывать на время если необходимо будет так ставим здесь и выставляем прилипание к левой части экрана если мы оставим здесь то при изменении разрешения на компьютере он где-то будет не в краю внизу а в посередине где-нибудь так что вот эти прилипания все таки они гораздо гораздо нужные вещи так и вертикал бокс мы кинем пара кнопочек так это у нас батон название кнопки так это у нас кнопочка продолжить для вас я пока пишу на русском языке но желательно сразу заполнять английском я уже наверное раз 6 сказал до этого так и настроим у кнопки но давайте у текста сначала тоже настроим ограни так отступы для того чтобы если вот это на каком-то языке вот допустим на русском это все нормально смотрится но допустим на немецком текст предположительно длинше и соответственно текст уже будет выезжать из этой окантовочки то есть для того чтобы это не было нам нужно как раз таки вот эти пейдинги слева сделаем 30 справа 30 сверху 5 снизу 5 примерно так думаю достаточно будет и у самой кнопочки мы тоже сделаем во первых сделаем full а может быть даже и не надо здесь уже будет зависеть как вам то есть если вам нужны чтобы клавиши были все высоте однотипные да то есть вот это размер если мы сделаем баттонов несколько штук видите они уже разделились поровну если вас этот эта высота достаточно для допустим для четырех клавиш вы можете сделать full можно сделать авто видите одна клавиша большая другая маленькая потому что у одной стоит full 2 авто то есть она подстраивается по высоте текста ну пока временно поставим авто возможно потом поменяем так и пока рано я дублировал кнопочку потому что у кнопки надо тоже поединка строить слева справа мы можем в принципе наверно ничего не настраивать хотя нет лучше настроить давать 10 так сверху снизу давайте по 10 вытащим думаю нормально и теперь дублируем несколько раз так это у нас так это у нас продолжить далее у нас будет сохранить игру далее мы можем загрузить игру ну видите да у нас уже текста не влезает и соответственно раздвижение к сожалению не будет у нас потому что оверлэй ограниченный у него размеры определенные сейчас надо будет придумать как это разделить все-таки конка и корректно да так и сделаем выйти в меню но если есть желание можно сделать еще клавишу выйти из игры вообще и как видите здесь у нас тоже клавиша не влезла соответственно нам нужно настраивать точно выйти из игры так этот оверлэй у нас мы можем конечно вот так его как-то растянуть определенно да при условии да то что на русском это самый длинный текста но все же можем сделать так извиняюсь не то сдвинул в общем сделаем сейчас еще один допустим canvas панель можем поставить она у нас поверх всего выставим ее по левой части полностью сверху с так скажем самого начала до конца здесь у нас получается ширина здесь ноль мы ставим потому что ноль у нас по высоте то есть так как мы сделали точку здесь центральную так и так скажем центральную здесь вот здесь уже считается нолем здесь ширина у нас выставляется теперь помещаем этот оверлэй в канвас панель этот оверлэй мы можем растянуть предположительно на нижнюю нижнюю часть общего оверлэя так и мы можем проверить но предварительно настроим в персонаже появление данного виджета так предположительно да мы можем поставить зайти сюда настройки это project setting поставить на action mapping допустим клавиши то есть это пауз допустим пауз гейм или гейм пауз мы поставим клавишу escape но так как у нас сейчас в редакторе escape не работает по игровой теме мы поставим клавишу так пока для игры конечно бы escape по стандарту в большинстве используют гейм пауз мы копируем теперь персонажи мы вызываем гейм пауз это просто название клавиши теперь мы делаем крэйт виджет это плеер контроллер из оунинг пауер далее мы вытаскиваем промоуты в рейбл мы записываем что это у нас в г виджет гейм меню так его и называем и показываем на экране ну а далее мы снова получается продляем плеер контроллер для того чтобы показать нашу мышку есть сет маус курсор так это не то сет шоу маус курсор делаем галочку и вытаскиваем отсюда ассет инпут мод юай он ли то есть мы только управление образно виджетом да все здесь мы а ну кстати сейчас у нас переменные не заработают надо ее удалить скопируем текст удалим переменную потому что во первых я же не назначил так мы должны это сохранить компилить я не назначил здесь к вас какой мы должны показывать из-за этого у нас переменная бы не работала все равно снова подаем и подключаем так все ошибок не показывает теперь давайте зайдем в игру нажмем в данном случае tab если мы начнем сдвигать видите у нас все привязано к левой части экрана и это то что мы сделали оно по сути минимальное значение то есть когда мы сжимаем видите да вот здесь от текста до кнопочки остается мы назначили сколько там 30 вроде бы если я не ошибаюсь если мы назначим больше соответственно при сжатии она у нас больше останется место здесь в общем так далее с этим мы разобрались здесь у нас все работает можем выделить наши клавиши и прожать так вертикал бокс не нужно нам давайте вызовем на них звук при наведении и так далее да можете подать изображение если вам необходимо или там прозрачность клавиш теперь выбираем клавишу продолжить мы делаем он клик во первых мы должны get player controller вызвать далее мы set mouse cursor так лучше set show сразу писать чтобы сократить делаем выключение курсора потому что это клавиша продолжить далее мы должны сделать set input game only то есть мы включаем включаемся только захват в игровом режиме и далее мы remove from parent делаем то есть удаляем наш виджет можем скрывать можем удалять но в данном случае пока удали потому что мы меню не особо часто вызываем то есть если мы сейчас зайдем нажимаем таб продолжить и мы соответственно начинаем дальше играть да то есть как видите да я сейчас не нажимаю клавиш и он идет у нас потому что я нажал нажал таб когда он уже шел то есть я иду нажимаю таб и он продолжает идти чтобы этого не было мы также можем на персонажи перед тем как показать виджет сделать 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 так set точнее disable disable input так контроллер у нас должен в контроллере быть а target можем попробовать составить self давайте проверим будет ли работать да все отлично и теперь на самой кнопочке продолжить мы тоже должны здесь подать enable input только уже в данном случае здесь необходимо в контроллер также в контроллер на target мы должны подать get player controller ой get player character продолжаем проверим я иду нажимаю все отлично я перестал идти нажимаю продолжить я могу и ходить но если вам допустим еще при вызове данной менюшки необходимо создавать какое-то действие да то есть ну вы там хотите остановить игру потому что часто игроки нажимает допустим escape они куда-то уходят здесь можем вызвать set game pause то есть мы даем игре паузу соответственно это мы копируем так как у нас вызывается один раз далее у нас захватывается управлением виджетами то есть виджетом и на продолжить кроме enable input мы должны подать set game pause только без галочки я подпрыгнул нажал клавишу паузу меню здесь у нас все отлично работает нажимаю продолжить и я упал все отлично работает для того чтобы при открытии данного меню допустим противники не убивали вас пока вы там настраиваете настройки теперь мы на другой клавише в данном случае это у нас сохранить игру и загрузить игру у нас есть это основное меню которое мы делали в предыдущих двух видео сейчас давайте вызовем его при нажатии данной клавиши он кликит далее мы создаем виджет create виджет выбираем виджет это у нас VG меню подключаем подключаемся можем сделать также переменную promote variable обзовем ее VG меню теперь из него также показываем его от to viewport и для того чтобы у нас не было так чтобы вот это меню загружалось картинка задняя загружалась нам если особо это не нужно мы можем так персонажа кстати мы можем уже закрыть он нам больше вроде не нужен то есть здесь мы должны из этого меню вызвать во-первых get давайте overlay написано вот наше значение которое мы можем скрыть показать и так далее вот меню которое сверху оно нам не нужно соответственно мы его берем в get меню overlay и делаем set visibility за место visible мы включаем hidden мы скрываем данную верхнюю часть и мы должны показать получается ту часть которую мы должны показать это load overlay потому что мы нажимаем кнопочку загрузить загрузить игру и мы копируем вот эту часть только уже здесь hidden ставим visible включаем проверяем загрузить игру и видите да у нас менюшечка загрузки игры то есть здесь сохранение 1 здесь сохранение 2 делаем загрузить и так далее но как видите у нас оно некорректно работает потому что здесь надо будет исправление делать ну во первых если вы не хотите чтобы у вас изображение тоже показывалось допустим вот gate image мы тоже его скрываем когда мы запускаем загрузить и у нас основное меню но здесь наложение начинается уже чтобы этого избежать мы можем скрыть вот это меню тоже в данном случае это у нас наш получается overway но для этого мы должны его включить из variable и тоже обозвать это у нас пусть будет game menu overway теперь мы вытаскиваем его сюда и делаем set visibility из hidden так мы предварительно кстати можем его не сюда поставить а до того как показать это меню то есть будет наверное более корректно то есть мы сначала скрываем одно а потом уже показываем второе и у нас пропадает заднее меню но для того чтобы выйти в основную часть того меню нам на кнопочке отмена или да но только на кнопочке отмена мы должны сделать возврат в ту меню но так как я сейчас закрыл так как мы его делали для основного меню давайте переключимся на основное меню теперь и настроим для того чтобы это сделать мы должны ну как минимум подать переменную во первых это у нас получается переходим он кликит и мы видим да он просто скрывает всю основное меню так но чтобы это подправить во первых делаем branch так это мы можем вниз и скопируем наверх еще хотя можно было там и так и делаем переменную дополнительно сюда которая у нас будет сообщать что это из игры открывается меню так это из игры открывается если это будет из игры у нас пойдет по тру если же из основной менюшки она у нас не будет изменяться в основной менюшки соответственно будет всегда false но так как мы открываем из игры соответственно перед тем как показывать и вот это тоже скрывать давайте давайте сюда мы запишем set получается in game и мы соответственно подаем значение что у нас in game это у нас из игры мы заходим так так он у нас ругается потому что я здесь не сохранил не сделав компайл сейф все сейчас мы во первых покажем покажем так 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 и вот здесь немножко у нас получится проблемка нам необходимо подавать значение так скажем из этого меню в это меню и так чтобы это как как бы это сделать мы во первых можем создать на мигу меню виджет в основном да вот здесь еще одну переменную перемена у нас будет соответствовать наименованию да давайте просто назовем ее виджет тип у нас будет виджет объект референс компайл соответственно мы ее открываем экспорт он спал галочку делаем делаем снова компайл сохраняем и теперь делаем refresh ноут и как видите у нас здесь появляется вот такая вот переменная да делаем self и соответственно он уже понимает что данный виджет является вот этим значением по сути и теперь мы уже из этого виджета проверим так во первых валидность да на всякий случай и так и если она существует мы должны получается показать сет сделать каст на наш меню виджет сет получается что мы должны get game меню overlay сделать set visibility для того чтобы как раз таки его показать обратно давайте сохраним все и проверим загрузить это пропало нажимаем отмена не появилось так чем же проблема надо так возможно 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 давайте попробуем на бранче да подождите подождите так это точно клавиша правильно выбран да правильно выбран да ой ой я ж не туда ставлю все и вы меня не поправляете так еще разок проверяем и все нормально соответственно выйти в меню мы давайте продолжим делать теперь в меню выход ну можно и оставить так же в принципе это уже не особо будет важно так теперь мы выйти в меню также нажимаем на клавишу так как это меню у нас является отдельным уровнем соответственно мы должны для начала давайте скопируем как минимум это мы даже не должны копировать просто open level name в данном случае это у нас меню уровень меню называется проверяем проверяем и мы вышли в наше меню так и выход совсем из игры соответственно мы как делали уже в основном меню пробиваем по наши клавиши также вид game и все остальное в принципе то же самое мы полностью сразу вышли как сделать загрузку игры ну для начала так как мы не ожидали что здесь будет загрузка да в принципе у нас только ад точнее сохранение игры так как у нас только здесь загрузка потому что зачем нам выходить в основное меню и сохраняться так как мы уже вышли из игры по сути здесь у нас его нету но для этого мы можем сделать дубликат load overlay здесь у нас только будет уже save over way так оно у нас включено сделаем настройки 0.0 так теперь load overlay мы отключим и быстренько настроим здесь у нас save game и перенастраивается все основное меню вот это переназначаются вот эти клавиши теперь здесь будет сохранить здесь на сохранение я думаю нам нет необходимости удалять так как мы значит мы удаляем просто клавишу полностью удаление здесь будет сохранить и отмена здесь она не будет вызываться потому что мы в основном меню тоже так это основное меню нет это не основное меню в основном меню на там где мы образно подключаемся это у нас констракт где он выше я даже потерялся где это а вот он это у нас констракт мы здесь то же самое подаем только save overlay у нас будет он постоянно выключен в данном случае здесь так как у нас нету показа части overlay вроде бы меню маленькое но заняло большое количество времени и на этом у нас все давайте быстренько это все проверим зайдем на основную часть меню здесь не показывается никакого окна game меню у нас load меню показывается save settings about здесь у нас такое вот небольшое но это уже в следующем видео в принципе вы увидите на этом все до скорой встречи пока пока